Добрый вечер, в эфире Большая политика и мы вновь пытаемся разобраться в сути непростых процессов в стране и мире. И сегодня поговорим о сотрудничестве региональном в формате Центральная Европа, Центральная Азия. Подчеркну, взаимовыгодно. Бывшие страны социалистического блока Варшавского договора заинтересованы в укреплении партнерства не меньше, чем постсоветские государства Центральной Азии. У них очень много общего в относительно недалеком прошлом и много обещающие планы на перспективу. Конкретные сферы для выгодных совместных проектов на минувшей неделе в Будапеште обозначили главы внешнеполитических ведомств Вышеградской четверки и пяти центрально-азиатских стран. Причем инициатива созыва совещания в необычном формате исходила именно от председательствующей в группе в этом году Венгрии. Вместе с Польшей, Словакией и Чехией эти страны объединили свои усилия в 1991 году с целью органично влиться в европейскую семью и стать полноправными членами ЕС. Достигнув этого, члены Вышеградской группы сфокусировали свою деятельность на решение общеевропейских задач в ЕС. Сегодня инициативы выходят за континентальные рамки, а Центральная Азия рассматривается в качестве наиболее перспективного региона для укрепления международных связей. Тем более, к середине следующего года должна быть подготовлена обновленная стратегия Европейского Союза по Центральной Азии. Казахстану как региональному лидеру в ней отводится особое место. Мост между Вышеградскими странами и Центральной Азией должен быть построен таким образом, чтобы добиться взаимовыгодного сотрудничества в сферах политики, экономики и безопасности. Европа нуждается в новых союзниках. Сейчас ЕС переписывают свою стратегию. Я считаю, что Центральный Азиатский регион может стать ключевым в будущем. Кстати, о наведении мостов. В прошлом году между Астаной и Будапештом был запущен прямой авиарейс. Казахстан и Венгрия намерены и далее углублять сотрудничество. Венгерское председательство в группе четырех проходит под девизом «Вышеград объединяет». Члены казахстанской делегации подчеркнули на совещании, что интеграционный опыт Вышеградской группы может быть полезным не только в формате Центральная Европа, Центральная Азия, но и для набирающего обороты Центрально-Азиатского взаимодействия. Более того, отличительная черта Вышеградской группы – открытость к диалогу и сотрудничеству с другими государствами и объединениями. Так, среди партнеров «Четверки» не только ее ближайшие соседи, но и географически отдаленные Канада и Япония. И с каждым из партнеров группу связывают конкретные взаимовыгодные проекты. Что касается четких точек соприкосновения Центральной Азии и Вышеградской группы, то в их числе образование и развитие человеческого капитала, цифровизация и использование передовых технологий. Мы подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего путем углубления экономического взаимодействия, наращивания двусторонней торговли. Особое внимание было уделено сотрудничеству в сферах энергетики, водного хозяйства, образования, а также эффективного использования транзитно-транспортного потенциала Вышеградской четверки и Центральной Азии. Казахстан в первую очередь сделает ставку на привлечение инвестиций, трансфер знаний и технологий. И в этой связи предлагает Центральной Европейской четверки совместно реализовать инфраструктуру международной специализированной выставки Экспо-2017. Речь идет о Международном финансовом центре Астана, Центре по развитию зеленых технологий и парке IT-стартапов, которые созданы на площадке Экспо. Мы видим перспективы сотрудничества в сфере цифровизации. У нас есть специальные профессиональные программы, которыми мы могли бы поделиться с Казахстаном. А именно, как можно подготовить предпринимательство к эрицифровизации. Второе направление – это промышленность 4.0. Здесь мы можем предложить сотрудничество между компаниями. И третье направление – это цифровизация в предоставлении госуслуг. Мы сейчас проводим цифровизацию в налоговой сфере и хотим поделиться опытом с казахстанскими партнерами. Отдельное направление сотрудничества – транзитно-транспортный потенциал. В этом плане Центральная Азия не должна оставаться просто транзитным регионом. Необходимо использовать опыт и содействие Европейского Союза для эффективной диверсификации экономик центрально-азиатских государств и создания востребованных высокотехнологичных производств. Для этого Европейскому Союзу просто необходимо расширить свое присутствие в Центральной Азии для увеличения практической отдачи от межрегионального сотрудничества. У меня все. Всего вам доброго.